Всем привет! Сегодня я решила снять видео фавориты. Фавориты всей осени. Вы знаете, я не снимаю видео фавориты определенного месяца, потому что, на мой взгляд, продукты будут постоянно повторяться. Поэтому я решила снять видео за эти 3 месяца. Это Fluid увлажняющий от Perlin Honey Mill. Так вот он выглядит. Здесь у нас 250 мл, очень вкусно пахнет. Мне кажется, пахнет ванилью и бананом. Замечательно увлажняет, быстро впитывается и не оставляет никакой липкости. Далее уход за лицом. Первое это D-макияж. Осенью я пользовалась двумя смывками. Первое это Diadmin очищающий спрей 3 в 1. Макияж с лица, глаз и губ. Для всех типов кожи. Ужасное средство, несмотря на то, что здесь написано, что оно протестировано даже для самой чувствительной кожи. Это все полный бред. Щипет ужасно, тушь не снимает никак, поэтому я ее сейчас пытаюсь добить. И второе это самая лучшая смывка, которую я когда-либо пробовала. Это Cloran очищающая вода с экстрактом и селька. Я пользуюсь контактными линзами. И как здесь заявлено, она подходит идеально для тех, у кого очень чувствительные глаза. Без ароматизаторов и барабанов. Очень мне нравится. Огромный объем 400 мл. Я безумно довольна. Далее это умывалки. Было две умывалки у меня осенью. Первая это очищающий гель против черных точек от Garnier. Я использовала его на те случаи, когда были какие-то прыщики или воспаления, чтобы их подсушить. Замечательно с этим справляется. Но, конечно же, это не подойдет для сухой или нормальной кожи, потому что вы просто-напросто пересушите свое лицо. А так очень даже неплохая умывалка. И второе это очищающий гель от Freeman. Facial Cleanser. Честно говоря, я не могу сказать, хороший он или плохой. У него есть свои особенности. Он пахнет, на мой взгляд, не очень приятно. У него странная какая-то консистенция, неудобная упаковка. Лучше бы они сделали, вот как гарнир с помпой, бутылочку. Но, в принципе, макияж снимает неплохо. И со второго раза он снимает тушь. Хотя, в принципе, он не должен этого делать. Не знаю, куплю ли я его еще. Стоит он, в принципе, недорого. Итак, увлажняющий крема. Были у меня два. Первое это не ультра джей, но визи-бликлея Oil Free Masturizer. Вы его уже все знаете, как он выглядит. Это очень мне нравится, замечательно увлажняет. Действительно борется с воспалениями, потому что, когда я им не пользуюсь, у меня сразу же лицо покрывается прыщиками. 50 мл. Очень мне нравится, всем советую. Но, хочу сказать, что раньше я говорила, что он достаточно легкий. Нет, у него просто обычная консистенция крема, такого стандартного. Он не легкий. При этом кожа от него не жирнится. Я очень довольна. И второй, это уже такой более легкий вариант. Это чистая линия, фитотерапия, крем с текорастущим зверобоем. Вот это замечательный крем. Конечно же, он не предотвращает и не уменьшает воспаление, бла-бла-бла. Он не сужает поры и все такое. Но увлажняет он хорошо, не жирнит кожу. Никаких минусов я не заметила. И тем более, это очень такой бюджетный вариант. Скраб. Скраб – это, конечно же, очищающий скраб от чистой линии. Все вы знаете, какой он хороший. Я от него тоже без ума. Скрабит просто нереально. Конечно, отшелушивание происходит очень жестко, но все-таки лицо становится очень таким бархатным и приятным. Переходим к декоративке. Первая, это, конечно же, была моя пудра от Clinique. Пользовалась я ей очень-очень часто. Называется она Super Balanced Powder Makeup SPF 15. У меня третий оттеночек. На него есть отдельный обзор на эту пудру. Кому интересно, посмотрите. Это маскирующие продукты. Первая, это, конечно же, всем любимый кофеиновый ролик от Garnier 2 в 1. Очень легкий, замечательно перекрывает какие-то синячки. Стоит недорого. Надолго хватает. У меня ему, наверное, уже месяца 4-5. И здесь еще целая куча продукта. И для прыщиков я использовала вот такой вот Mad Response, маскирующий карандашик, специально против прыщиков. Чистая кожа из аптеки 36,6. Тоже очень хороший продукт. Он мне замечательно подходит по оттенку. Сональный крем. Если даже я пользовалась сональными кремами, хотя я делала это очень-очень редко, это был вот такой вот Dream Matte Mousse от Maybelline. Очень хороший бюджетный вариант для тех, у кого жирная кожа или комбинированная кожа. Действительно, у него такая муссовая консистенция. У меня 13 номер, безупречно мотирует. Очень хороший продукт, но имейте в виду, что он может подчеркивать ваше шелушение. Далее. На самом деле, в оттенке втором у меня именно в этом цвете называется он Fair Golden Skin Tone. Здесь есть кисточка была, по крайней мере, зеркальце. У меня на этот продукт есть отдельный обзор. Здесь у меня уже практически ничего не осталось. Есть только хайлайтер. Хайлайтер очень даже неплохой. Я им довольна. Бронсер мне тоже очень нравится, но здесь присутствует рыжеватый потон. В принципе, я знаю, что многие не любят рыжие бронсеры, поэтому имейте это в виду. Следующее – это тени. В качестве теней я часто использовалась вот таким вот хайлайтером от Bourjois, который вы уже видели во втором оттеночке. У него достаточно крупный помол, поэтому в качестве теней замечательно подходит. Или же я использовала вот такую вот комбинацию теней от MAC. Два оттеночка. Вот такой вот темный. Называется он Emberge A21. На экране вы можете посмотреть название. Я его очень-очень хорошо растушевывала, на силу очень малой. Просто в складку, чтобы добавить немного глубины. В качестве базового оттенка я использовала вот такой вот цвет, опять же, от MAC. Он называется Naked Lunch B31. Очень похож на Bourjois. Вот я его сюда положила. Они практически одинаковые, но в MAC он смотрится более деликатнее, и здесь помол гораздо мельче. Я активно пользовалась моей тушью от L'Oreal. Все вы знаете, какая она замечательная. Пользовалась обычным черным карандашиком от Art Deco. У меня его немного осталось. У меня десятый номер. Он водостойкий. Цветный очень хорошо держится. Не только просто на веки, но и на внутренней линии. Ну и последнее это губы. Я часто пользовалась вот этими тремя продуктами. Первый это Nivea интенсивная защита, такой желтенький бальзамчик. Очень плотный, замечательно защищает губы, устраняет цукость. Я им довольна. Я часто пользовалась вот такими вот двумя блесками. Первый это блеск от MAC. Мне нужно его уже закончить. Называется он Baby Spark. Блеск очень-очень липкий. Раньше я его не любила, но сейчас я понимаю, что он смотрится очень красиво на губах. И я им часто пользуюсь. И второй это вот такой вот Color Sensational от Maybelline. Номер 415 Coral Blush серия называется Cream Gloss. Вот эти вот блески от Maybelline абсолютно не липкие. Это и были все мои фавориты осенью. Я надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!